Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ИТОН ТВ, программа «Разбор полетов». Меня зовут Александр Вальман, вместе со мной в нашей телевизорской студии, как всегда, замечательные гости, писатели, публицист Давид Шехтер и политолог Александр Цинкер. Добрый день, друзья! Добрый день! Александровское подворье в Иерусалиме. Давид, что такое Александровское подворье? Почему так много шума вокруг него? Я думаю, что шум, потому что люди, которые шумят, просто не понимают, о чем они шумят. Как правило, сегодняшний Фейсбук – это люди, которые никогда в жизни не получили бы доступа к страницам газет, но в Фейсбуке Марк Курберг дал такую большую возможность. Ну, можно было бы в Википедию заглянуть, если что. Да. Так вот, это подворье, собственно, в чем крики? Что мы отдали кусок Родины в обмен на эту наркоманку-девчонку, и как это, мол, так? Ничего мы не отдали. Это все равно было не наше. Александровское подворье купили землю, российское православное императорское общество, в 1896 году. У нас деньги российской казны, поскольку это было православное императорское общество, там были какие-то спонсоры, но в основном это были деньги российской казны из денег императора. Провели там раскопки, построили подворье, а потом построили церковь Александра Невского. Поэтому, собственно, и Александровское подворье. И это было имущество России. Но когда пришли к власти большевики, они устроили переворот, и потом они отделили церковь от государства. И получилось, что все владения императорского православного общества, религиозного, стали не государственными, а частными. А на тот момент, когда провели отделение религии от государства, то все руководство этого общества со всеми книгами бухгалтерскими было уже в эмиграции. Поэтому ничего они СССР отдавать не хотели и не дали, убили все документы на эту землю, на эту собственность. Так оно и было до последнего времени, пока новая Россия, уже не Советский Союз, сказала, а мы, собственно, уже все, мы не против религии, церковь у нас уже не враг. Поэтому отдайте имущество на деньги государства. И был спор, как писал Пушкин, спор славян между собой, то есть между российским государством и потомками тех самых руководителей. Какое-то Мюнхен, Мюнхене было заинвестировано. В Германии, да. И Израиль в данном случае не отдавал им ничего, это все было не наше. Это было бы или этого общества, или Россия. Мы, как Израиль, приняли, по-моему, очень верное решение, мы стали на сторону России, поскольку, ну что нам эти потомки. А Россия, мы заинвестировали в том, что она была на нашей стороне, что мы были с ними в хороших отношениях, от России очень многое зависит. Поэтому, почему бы не пойти на встречу России, тем более, что все равно это как бы не наш, потому что вот этот вот главный довод, что мы отдали кусок Родины, за ним ничего не стоит, кроме крика. — Саша, тоже по поводу этого события, скажи, может быть, действительно не хватает определенного рода уровня образования тем людям, которые устраивают дискуссии на этот счет? Ведь, по большому счету, инициировал в свое время, ну скажем так, разбирательство по этому поводу еще Медведев, когда был президентом России. — Ну смотри, я хотел бы еще немножко о другом сказать, получался или получится, мы надеемся, что все же получится, и, как он сказал господин Путин, ЕБСЭДА, будет все хорошо. А более того, насколько я потом слушал и интервью, и мамы, и Сахар, и там были разговоры, кто же не было по телевидению, когда встречался Путин и Натаньягу. И я так понял, что там он ее заверил о чем-то более конкретном, поэтому она, если кто-то смотрел по телевизору, видели, как она действительно светилась. — Да, она светилась. Более того, зная, как работает российская вертикаль власти, уже ответственная за права человека в России, уже посетила дочку и уже с ней говорила, то есть дал сигнал, и эта вертушка уже завертелась. Действительно, надо надеяться, что скоро все это вернется. Но в это же время, я хотел просто обратить внимание, в России произошел такой курьезный случай, может быть. Остановили машину с одной из известных актрис, российских, у которой машине нашли на порядок больше героина, не героина, я боюсь ошибиться, я не специалист в этом деле, но какого-то наркотика. Это все дело кончилось, по-моему, 30 тысячами штрафа. И вот я хотел сказать, вот какая двойная игра. Если вы помните, был же еще разговор до Исахара вернуть, был у нас один хакер, которого требовала Америка. И все тогда говорили, наверное, вот Россия хочет поменять на него. То есть это все же какие-то политические игры. И эта девочка, я считаю, дурная девочка, попала в эти политические игры. И тут две задачи. С одной стороны, действительно вернуть в Израиль, но она не должна вернуться в Израиль, как героиня. То есть из нее делать вот эту героиня, мученица, за стенках она где-то там провела время, она должна здесь приехать, и здесь ее надо наказать. Я не знаю как, я не думаю, что это статья, статья какая-то. Нас юристы выступали, говорят нет. Но, понимаешь как, а то, что обмен вот этот, я с Давидом полностью согласен, я знаю вот эту историю. Никакого отношения не имеют. И это действительно отношения не имеет. И опять же, я сегодня видел такие маразмы в Фейсбуке пишут о том, что действительно отдали родину, потом отдадут голланды, отдадут еще что-то, еще что-то. Но это глупости просто. Ну на стенах тоже много чего пишут. Вопрос у меня следующий, друзья. Еще одно, скажем так, совпадение освобождений Наамы и Сахар, некоторые привязывают к тому, что Израиль и Россия подписали соглашение об усыновлении детей на российских условиях. То есть, что значит российские условия? Запрещено сторонникам ЛГБТ-сообщества усыновлять детей в России. Это хорошо или плохо, Давид, тебе как человек традиционный взгляд? Я хотел бы все-таки вернуться к Нааме. Да, пожалуйста. Есть очень важный принципиальный момент, очень многое обтесняющее. Мы читаем круглый год Тору, то есть это Ветхий Завет по-русски, она разбита на недельные главы и каждую неделю читаем какой-то кусочек. Вот в эти недели мы сейчас читаем историю про Иосифа и его братья. И там есть очень интересный момент, когда в переметной сумме у Бениамина, одного из братьев, находит кубок вицефорона, подкинутый туда. И братья мы с собой начинают обсуждать. И некоторые говорят, ну слушайте, мать его была воровка, Рахелина украла у нашего дедушки Лавана своим башком, и он вор. И тут Иуда кричит на них, как вам не стыдно, что вы говорите, даже если он и вор, он наш брат, и мы не имеем правила оставлять на произвольное расследование египтянам. И мы, иудеи, мы потомки Иуды, поскольку из всех 12 колен 10 пропало, осталось Дебита и Пиуда. Да, то есть мы иудеи, поэтому иудеизм, поэтому мы иудеи, и в иудеизме одно из самых главных правил, что своих надо спасать, своих надо выкупать и вытаскивать из ситуации. Вне зависимости от того, они виновны, иудейские общины всегда так себя вели. И израильская, в данном случае, себя повела, неважно, как нам, она наркоманка, не наркоманка, она была у нее, девочка, которая попала в русскую тюрьму на 7,5 лет, не зная русского языка, с другой ментальности, с другими кодами, она об этом бы не выжила. Поэтому мы должны были ее спасти, мы ее спасли, заплатили цену, заплатили цену. Но вместе с тем, хорошо известно, что, во-первых, в российских тюрьмах более 40 израильтян сидит, в том числе, примерно за такие же правонарушения. И на не меньшие сроки, это во-первых. Во-вторых, был ли бы поднят такой шум, если бы Наама, как оказалось, не являлась бы родственницей водителя, ты меня поправил перед эфиром, я думал, водителем Бенюмина Танягу, а оказывается, водителем Сарына Танягу. Жена, был бы такой шум? Ну, все это шутки, я не знаю, кем она... Давид, извини, хочешь, я отвечу, вот, чтобы не было, что ты Давид уточнился, я вот как бы, собственно, скажу. Смотри, об этом начали говорить 2-3 дня назад. Совершенно верно. Пресса раздула вот эту всю историю, а ты знаешь, чтобы сказать, что пресса уже очень любит Бенюмина Танягу, последние 3 месяца, когда идет такая борьба с ним, если бы это было действительно, и если бы это, как бы все знали бы это, они бы, ну, не прошли бы мимо этого факта, так я говорю, вся бы политическая борьба вышла бы только вокруг этого. Поэтому, я думаю, это вопрос-разговор, это тоже один еще вот такой вброс, ну, сколько можно? Нам 9 месяцев в тюрьме, уж наша пресса точно мы раскопала бы все. Тогда давайте вернемся к вопросу об усыновлении детей. Саша, раз Давид... Не, ну, я у Давида забрал это... Принуждайся. Смотри, по поводу этого, каждая страна выставляет определенные условия. Ну, с такой совпадением. Ну, опять же, ну, я не уверен, что совпадение по этому поводу, ты знаешь, как всегда, когда едут первые лица или руководители стран, они не едут просто так показать и выступить по телевидению. До этого работают команды, чтобы раз уже человек приехал, обязательно что-то было как-то, ну, закреплено, потому что просто приехать, уехать, выступив, это неинтересно. И, естественно, тут работали и наша группа, и российская группа. Об этом тоже, они работали не первую неделю, не первый месяц по этому поводу. Да, шли на какой-то компромисс, договорились. Израиль согласился, что Россия говорит, у нас такие законы, мы исходим из этого принципа. Израиль согласился на это дело, нормально, главное, чтобы процесс пошел. Пусть они начинают, пусть это работает, посмотрим, как оно идет, а дальше видно будет. Давид, вместе с тем депутат Кнеста от партии Меретц Ницан Гуретт заявил, что подписание соглашения – это плевок в лицо ЛГБТ-сообществу израильскому. Мы живем в разных обществах. В израильском обществе нет никаких ограничений для членов ЛГБТ-овщины, каких-то дискриминаций. Это давно уже доказано, это давно уже принято. И если кому-то где-то это не нравится, это его личное мнение, но на государственном, на общественном уровне нет никаких препонов, ничего. Поэтому для нас, само собой, подразумевается, что члены этой общины, они точно так же, как и все остальные папы и мамы, то есть люди, которые хотят кого-то установить, нету разницы между ними. В России общество иное, в России законы иные. Как сказал Саша, они живут под своим законом, это, в конце концов, их дети, и они имеют право диктовать, как они это видят. Поэтому, ну что, можно либо сказать, ах так, мы вообще ничего не хотим. И тогда не только члены ЛГБТ-овщины ничего не получат, но и все остальные. Или пойти на какой-то компромисс, который нам, может быть, не нравится. Но что мы можем сделать, когда это дети российские, и там они диктуют свои условия. Поэтому, ну, пошли на компромисс, что можно сделать. Но ты одобряешь лично, ты одобряешь это условие? Это не мое условие, это условие России. Это не условие, но ты согласен? Я против каких-либо ограничений для кого бы то ни было. Люди все равны, люди имеют все права, и в том числе и на детей. И не факт, что где ребенок, в какой семье, как получит условия, вырастет и так далее. Ну, это вопрос спорный, я думаю, это тема отдельного разговора. В любом случае, будем ждать возвращения на АМ, и хочется верить, что это будет очень скоро. И это следует. Божья помощь. И с помощью Путина тоже, в том числе. И на Тони. Спасибо, спасибо, друзья, что были с нами. Всего самого доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!